Оформить дорожно-транспортное происшествие самостоятельно без привлечения сотрудников ГИБДД сегодня можно быстро и легко с помощью бланка извещения о ДТП среди владельцев известного как Европротокол. Это официальный документ, на основании которого потерпевшая сторона может получить компенсационные выплаты по страховому полису. Европротокол заполняется участниками аварии самостоятельно. Главный критерий – сумма причиненного ущерба не должна превышать 50 тысяч рублей. Кроме того, в таком ДТП не может участвовать более двух автомобилей. Данный способ оформления документов имеет ряд преимуществ. Не нужно ожидать на месте прибытия сотрудников госавтоинспекции. Данный бланк заполняется считанные минуты, что существенно экономит время. А также это является законным способом для избежания административного штрафа за нарушение правил дорожного движения. Если участники ДТП сомневаются, что смогут заполнить Европротокол самостоятельно, можно вызвать аварийного комиссара. Однако последнему придется заплатить. Действия во время заполнения Европротокола такие же, как у инспекторов ГИБДД. Необходимо сфотографировать места аварии, повреждения у автомобилей, а также зарисовать схему ДТП. Для этого в Европротоколе предусмотрена специальная графа. Тем самым они сокращают время оформления ДТП прибытием, то есть они можно уложиться, то есть минут 15 уходят на оформление Европротокола и в страховую компанию, то есть не составляя труда, также получить выплату. Европротокол, он юридическую силу имеет очень даже серьезную. Часто незначительное ДТП становится причиной огромных пробок на дорогах Владивостока. Участникам аварии приходится часами ждать сотрудников ГИБДД. Этих проблем можно избежать, просто оформив Европротокол. Главное – заполнить документ правильно. Если заполнено, конечно, все правильно, с соблюдением указанных условий, все будет хорошо. Еще одно условие для оформления ДТП – гражданская ответственность владельцев транспортных средств должна быть застрахована по полисам ОСАГО или КАСКО. При этом обстоятельства причинения вреда не должны вызывать разногласий у участников аварии. Если же ни одна сторона не считает, что именно ее действия стали причиной ДТП, для урегулирования спорного вопроса все-таки потребуется помощь инспекторов ГИБДД. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.